Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Жубрева Лайф Влог. Да, очередной обзор. Пошел Саня проверять детей, спят они или не спят. И вот Мира, значит, притворяется, делает вид, что она спит, а Саня удивляется и говорит, блин, ты такая маленькая, и уже брешь мне по полной программе. Ну чему тут удивляться дети, все как губки, берут пример целиком и полностью со своих родителей. Соня вообще, зашел он также проверить Соню перед сном, она постелила себе на полу батареи. Говорит, что спит там, потому что ей у батареи теплее, мол, на кровати очень и очень холодно. Я не знаю, с чем это связано, может быть, надо вообще проверить здоровье у Сони, потому что Жубревы очень часто говорили о том, что дома у них жарко. Почему-то жарко всем, а Соне очень холодно. Саня, правда, сказала о том, что, Соня, ты мерзнешь из-за того, что ведешь неподвижный образ жизни. Вот здесь я полностью с ним не соглашусь, потому что в таком случае Ира с Саней тоже должны мерзнуть, ведь Ира спит целыми днями, вообще уже неделями и днями не выходит, нигде не появляется, даже к зрителям не выходит. После того, как она или он предложил бахнуть шампусик, а все, Ира пропала вообще с концами, как говорится. А Саня тоже сидит целыми, как говорится, днями дома и вообще никуда, в принципе, не выходит. В крайне редкий случай так добирается на машине. Вот, да, проверяет, смотрю, Жубрев Сони на запасы конфет. Все ему эти запасы конфет покоя не дают. Говорит, ого, сколько ты сладостей успела съесть. Блин, ну, с другой стороны, а зачем нужны эти сладости, да? Ну, понятно, для того, чтобы их есть. И спорит с Соней, сколько же дней она ест вот эти вот как раз-таки сладости. На что Соня говорит, я их ем уже три дня, с первого числа, а сегодня четвертое. Ну, Жубрев полез, как всегда, в бутылку и начал утверждать, что нет, Соня, споришь как раз-таки ты всегда. Вот, что ты такая, в кого ты такая уперта? Ты их два дня всего-навсего ешь. То есть, представляете, друзья мои, Соня говорит о том, что она ест эти сладости с первого числа, и он понимает, что с первого числа она их ест, да, а уже сегодня четвертое. Так понятно, что Соня права и говорит, что я их ем уже три дня, да? Нет, он все равно говорит, нет, два дня. Еще потом удивляется, говорит, нет, почему Соня всегда такая упертая? Почему, мол, почему, почему всего два дня? В общем, знаете, прям как Леха Колесников, которые, вот, на которого я тоже делаю обзоры, который делит 10 на 10 и получает ноль. Вот, я смотрю, у Жублева тоже проблема с математикой, да? Отправили Соню в магазин. Кстати, вот он все считает, что Соня ничего не делает, очень его беспокоит, да, это, что, мол, она сидит все днем дома, потому что теперь у них дистанционка, сейчас плюс каникулы, да? Да, но на самом деле Соня молодец, всегда ходит в магазин, всегда убирается по дому, помогает с младшими, а что она еще, в принципе, должна делать? Родители, я смотрю, особо-то, как бы, не разбежались, ничего не делают, дома сидят, за них, по большому счету, очень многое делают дети. Но единственное, что только обед не готовят и ужин не готовят, просто потому что еще пока не умеют, да. Я, знаете, вот, кстати, подумала о том, что, может быть, все-таки ей холодно из-за того, что комната у нее угловая, да, или, может быть, не знаю, может быть, какая-то комната холодная, в общем, я не знаю, да, почему во всей квартире жарко, а в ее комнате действительно холодно. Ну, в общем, отправив Соню в магазин, Саня говорит, иди, иди, мол, может быть, еще принесешь сумку, найдешь какую-нибудь сумку с документами, если что, проси уже тысячу, да, ну, типа, с шутками, но видно, что не отпускает, не дают ему покоя эта сумка, за которую Соне, по мнению Жубрева, дали слишком мало денег, всего-навсего по 100 рублей ей подружке. Ну, про эту сумку я озвучивала для тех, кто не знает, в вчерашнем ролике я об этом говорила, да, ну, в принципе, знаете, так и хочет Жубрев научить всех детей, чтобы все жили по его же принципу, что вот им все должны, им все должны. Могу себе представить ситуацию наоборот. Если бы он потерял какую-нибудь бы сумку, да, и вот кто-то бы, значит, ее нашел, вот посмотрели бы мы, сколько бы он дал денег, да, за эту сумку и дал ли вообще бы. А может быть, сидел бы, возмущался, если бы ему еще кто-нибудь назначил бы цену. Какие все нехорошие. В это время Семен, смотрю, пылесосит в детской, то есть все дети, в принципе, пристроены. Ну, а дочки младшие сидят по кроватям, балдеют. Да, в этой семье балдеют, ну, младшие дети, понятно, потому что они младшие, да, и мама с папой. А Соня и Сема, они работают по дому. Ну, что, замечательно, в принципе, все устроились. Далее дети едят солянку. И вот младшие девчонки, Жублев у них спрашивает и говорит, что вы хотите, мол, что будет завтра. Они вот говорят о том, что хотим мы молочный суп. Молочный суп, и смотрю, Саня сидит, спрашивает исключительно у младших дочек, что они хотят. Сема в обсуждении супа, в обсуждении первого вообще не участвует, хотя, в принципе, сидит рядом со всеми за столом. Да, тоже странная ситуация. Так поднял глаза, подумал, что, может быть, Саня спрашивает у него. Нет, но Саня спрашивал у мира. Ну, в общем, в принципе, все понятно. Начал он, да, говорить о том, что можно молочный суп приготовить вообще из бич-пакетов. Ну, и понятно, да, да, можно, можно. Тут дети ему начали вторить. Саня маленькая начала за ним все повторять. Да, бомжики, бич-пакеты, ну, да. Собрался Жублев готовить ужин. Спрашивают у зрителей, мол, если вам это будет интересно, то я буду вам снимать вот готовку о своих блюд на камеру. Да. Я так понимаю, что хочет он оживить свой контент, потому что прекрасно понимает, что снимать-то особо нечего. Да, вот эти все, знаете, шутки, прибаутки, это все мы уже видели, слышали. В каждом видео все одно и то же. По сути, снимать нечего, да. Да, нужно как-то оживить действительно свой контент, да. Ну, и, конечно же, показать себя, какой ты молодец, да, что вот, конечно, некоторые зрители будут восхищаться, будут в восторге, какой молодец мужчина на кухне, да еще и готовит. А с другой стороны, мои хорошие, а что ему делать, если он целыми днями сидит дома, в принципе, ничего не делает, вон, девчонка ходит по магазинам, да, все мы пылесосит, то есть так-то, в принципе, все понятно. Ну, и опять садятся есть, на сей раз уже ужинать. Сашка-младшая требует алмазную ложку, глядя на то, что бате подарили золотую ложку, Сашка требует алмазную. Ну, что, молодец, не теряется девчонка, мне интересно, это в 6 лет она требует у них алмазную ложку, что же будет она просить у них дальше. Ну, и в конце видео, да, он рассказал информацию о ребенке, который пропал в Карелии, ушел перед Новым годом и не вернулся, да. К сожалению, бывают и такие ужасные и страшные истории. На его, кстати, канале, вот на его канале Саня Жубрев очень многие интересуются и пишут, а где же Иринка, куда она делась, почему ее не видно, да. Вот мне интересно, неужели есть еще те, те, которые не понимают, почему она не снимается. На самом деле она дома, она никуда не уехала, как бы все понятно, почему она не снимается, да. То есть, что они хотят от него услышать, он все равно об этом писать и отвечать никоим образом не будет. Ну, а Саня, вот мне кажется, знаете, такими видео немножко все-таки подставляет, не немножко, а даже множко подставляет свою жену Иру, типа, вот посмотрите, пока она отдыхает, я работаю, да. И одна зрительница спрашивает, а может быть у него на канале, а может быть Иринка устроилась на работу, да, почему, мол, мужик на хозяйстве. На что Саня отвечает, пусть она отдыхает, она уже наработалась. То есть, я так понимаю, наработалась, это он имеет в виду, что Иринка накрыла новогодний стол, ну, стол на Новый год, да. Ну, я, если честно, не знала, что это такая тяжелая работа, как бы есть женщины, девушки, которые занимаются помимо своей работы, вот этими женскими обязанностями, которые никто не отменял, каждый день готовят, убирают, стирают, и, в принципе, ну, ничего такого в этом страшного, и какого-то очень-очень сильно тяжелого нет. И потом, конечно, после того, как мы накрыли на новогодний стол с 31 на 1, мы, в принципе, вот, я каждый день выхожу, допустим, делаю обзоры, да, помимо того, что мы ходим гулять, отдыхаем, потому что у нас сейчас выходные дни. Ну, видимо, для кого-то это очень большой и тяжкий труд. Ну, я надеюсь, они не решили, знаете, поменяться местами, потому что до этого Саня гулял, гульбанил, да, а Ира сидела с детьми, ну, скажем так, занималась хозяйством, а теперь он на хозяйстве, а ее и след простыл. А может быть, кстати, друзья мои, знаете, о чем я подумала? Может быть, под вахтой, помните, про которую Саня все вот нам говорил, что в январе у меня вахта, в январе у меня вахта, за которую платят очень хорошо, да, а вот, может быть, под вахтой Жубрев имел в виду то, что теперь его настало время, его черед, теперь он будет сидеть на хозяйстве и заниматься с детьми, а Ира будет как раз-таки отдыхать. Да, и вот, может быть, денежки с канала пойдут именно на Сашину карточку, на его счеты, в общем, и будет, как говорится, ему счастье. Ну, посмотрим, как говорится, будет день и будет пища, поживем и увидим. Да, мои хорошие, у меня на сегодня все. Естественно, всех вас целую и обнимаю, всем вам желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя и своих близких, здоровья и счастья, любви, удачи, успехов во всех начинаниях. И, конечно же, поздравляю вас с наступающим Рождеством. Еще раз вас с ним обязательно завтра поздравлю. Поздравлю, всего вам самого-самого наилучшего, да. Ну, и для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, всем пока.